Мы можем собраться все вместе, поэтому решили сейчас сделать таким образом, как раз майские праздники прошли. Как у вас сейчас происходит быт? Что у вас там с масками, с медикаментами? То есть есть насущные вопросы, которые мы постепенно прорабатываем, а есть вот именно более главные сейчас. В финансовом составляющем быта всех упал. Вы прекрасно понимаете. Да, я вперед, я просто услышал, мы маски можем дать. Сколько вам нужно масок? Ну, по две маски. Ну, штук, хотя бы штук 120. Паш, я понял, да, там ему помощник, Паш, у нас 120, 150. Илья Сергеевич, организуем, не 120, организуем по 200 масок, мы ему подадим. Люди стараются не выходить, а все-таки находиться в самоизоляции. Я благодарна своим жителям, именно своего дома. В общем-то, все отнеслись очень сильно. Дезинфекция на троечку. Управляющая компания? Конечно, но у нас их теперь две. А кто, а кто, кто работает именно больше, там, Дез или ЖКХ онлайн? Вы знаете, одно, ну, чуть даже лучше были ЖКХ, чем Дез. Причинаю 4. Причинаю 4. Завтра ответ сразу дам вам. У меня дома и вообще на доме много стариков и маленьких детей, и очень холодно. Хаймозина на своей страничке в Инстаграм обещала подключить. Будут подключения тепла или нет? И не только аптечески. Личная, эфири, мы вообще не делаем. Есть такие, наверняка, жители, кому нужна какая-то медицинская определенная помощь. Там, инсулины, еще какие-то лекарства. Вы, пожалуйста, поспрашивайте. Мы постараемся тоже решить вопрос. То есть есть спокойный, решаемый вопрос соцзащиты и с определенными аптеками. Вы, пожалуйста, до следующих 4 года тоже подготовьте. Ну, как велико список нуждающихся. Потому что я, как бы, возглавляю на надежный парламент. У нас парламент работает в штабе волонтеров. Мы, как бы, вопросы быстро решаем. Начиная от масла, заканчивая лекарства. На самом деле, база, которую передал КЭС, она ужасна. Соответственно, у нас опять будут проблемы по всему городу с начислениями по теперь уже МАЭС. Потому что база, которую передал КЭС, она тоже кривая. Ну, то есть это будет большая проблема в рамках города. Более того, там еще люди попали, у которых счетчики предоплатные. Деньги никакие не возвращаются, счетчики блокируются. Значит, к следующему четвергу я очень сильно постараюсь, чтобы был представитель МОСОБЛ ЕРЦ, который ответит на эти вопросы. Мы на следующей неделе подружимся с новым руководством Красногорского Энергосбыта и попросим, чтобы представитель их тоже поприсутствовал, чтобы ответить на вопросы перерасчета расчета. Что касается уборки, не касаемых управляющих компаний, а именно которые будут администрации, мы тоже эту ситуацию выясним. По теплу завтра свяжется, я точно узнаю. Далее, что касается ЖКХ онлайн и ДЭЗа, которые не убираются, мы тоже это выясним. По мусору, также по разграничению сделаем с вас список многодетных, которые не получают. Все, дорогие друзья, всех обнимаю. Через неделю встречаемся. Спасибо. До свидания. До свидания.